Директор муниципального предприятия Комбинат похоронных услуг Людмила Бацан рассказала, как долго сохраняются могилы на кладбищах Кишинева в случае, если потомки умерших не платят за их содержание. В интервью порталу noitit.md Бацан заявила, что максимальный срок сохранения неоплачиваемой могилы составляет 3 года. Если лица, владеющие могилами, не платят за их содержание, могила удаляется. У нас есть положение в регламенте. Если в течение трех лет люди не берут на себя ответственность платить за содержание, тогда могила может быть отозвана и передана предприятию. Следует отметить, что плата за содержание кладбища – это ежегодный налог, размер которого устанавливается местными органами власти и призван служить источником для покрытия расходов, необходимых для проведения работ по содержанию и благоустройству кладбищ. В настоящее время плата за содержание могилы составляет 120 леев за одно место. Также Людмила Бацан уточнила, при каких условиях можно хоронить других умерших поверх старых могил, отметив, что регламент предусматривает повторное использование могил через 20 лет. Если через 20 лет не будет заявлений, то эти могилы можно будет использовать повторно. Если некоторые могилы разрешены родственниками и умерло несколько человек, то через 7 лет эти могилы могут быть использованы повторно. Таким образом, семье можно предложить до трех участков земли, и когда эти участки будут оформлены, через 7 лет они смогут использовать их повторно. По словам главы муниципального предприятия «Комбинат похоронных услуг», соответствующее заявление можно подать в компанию, которой она руководит. Исключение составляет кладбище Святого Лазара, так как там свои правила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!